Новости 24 продолжают работу в режиме онлайн. С вами Зухра Алиева. Здравствуйте. С момента начала распространения пандемии в Дагестане погибло более 40 сотрудников больниц. Однако в Минздраве республики утверждают, что не все из них умерли от коронавируса и пневмонии. По информации ведомства, у многих из них были другие диагнозы. На сегодняшний день зарегистрировано также немало случаев инфицирования медиков и от членов их семей, родственников, а также при посещении поминальных мероприятий. Все контактные лица, в том числе врачи, были госпитализированы или взяты на карантин, сообщает ведомство. Родственникам погибших медработников мы выражаем глубокие соболезнования. Ситуация в Дагестане вызывает серьезные опасения и требует неотложных мер. Такое заявление сделал сегодня президент России Владимир Путин в ходе совещания с представителями власти и муфтием республики Дагестан. О самых главных моментах расскажет моя коллега Хадижа Курманова. Ей слово. Сдержать распространение коронавируса в Дагестане всеми силами и помочь республике всей страной. Вот основные тезисы выступления главы государства, у которого происходящее в регионе вызывает серьезные опасения. Поэтому вопросом всесторонней поддержки Дагестана и неотложным мерам в этой связи было посвящено отдельное совещание. Первое подобное в таком формате и в практике президента страны за время борьбы с эпидемией. Путин отметил, что в ближайшее время региону будет оказана всесторонняя поддержка. А перед этим исчерпывающе и правдиво о ситуации в Дагестане рассказал муфти республики Ахмад Хаджи Абдулаев. По статистике уже говорят, более 700 человек умерло. Погибло около 50 медработников. Эти цифры, к сожалению, растут с каждым днем. Люди остались без работы. Но проблема в том, что это толку зафиксированные случаи смертей в больницах. Никто же не ведет статистику людей, которые умирают от болезни в своих домах. Они умирают, их хоронят по обичаям, и их никто не считает. Можно сказать, что люди самые виноваты в таком огромном количестве зараженных. Да, не все серьезно отнеслись сразу. Где-то не поверили до конца. Кто-то думал, что пронесет. Но я думаю, вы согласны с тем, что халатность людей не будет бросать их в такой катастрофе. Не достает лекарств и коек. Поэтому спасение сейчас в соблюдении режима самоизоляции. Так говорят эксперты. Так и глава республики в очередной раз призвал к тому, чтобы люди сидели дома. Особенно его просьба касалась родственников больных, которые сегодня, пытаясь передать посылки близким или как-либо поддержать их, поступают только во вред себе. Уважаемые дагестанцы, нам нужно обеспечить не только в больницах, но и на территориях режим изоляции. У нас особое отношение к ближнему. Вот эти передачи, попытки пройти из одной зоны в другую, сопровождение родственников на машине, машины скорой помощи с перевозимым заболевшим. Вот сейчас просят о чем руководитель, и он и не один, чтобы мы дали силу правопорядка, чтобы обеспечить эти требования. Мы их будем неукосительно выполнять. Хочу одновременно извиниться перед нами, уважаемые дагестанцы, за эти ограничения. Но иначе нам болезнь не отдали. И это показывает практику. Владимир Васильев сказал также о необходимости строительства в республике крупного инфекционного центра. Эти слова нашли поддержку у других участников совещания. Так, министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что сейчас в Дагестан следует отправить дополнительные медицинские силы и средства. Глава государства также поддержал Васильева в вопросе строительства инфекционного центра и поручил это Минобороны страны. Прямо сейчас хочу поручить Министерству обороны, с учётом успешного опыта по строительству многофункциональных медицинских центров в регионах, оперативно развернуть строительство такого центра в Дагестане не менее чем на 200 мест. Причём, как и в Воронежской области, такой центр в дальнейшем должен быть передан регионам. И в полной мере использован для укрепления системы здравоохранения Дагестана. Сейчас от наших совместных действий, от усилий всех жителей республики, от вашей сплочённости, выдержки, ответственности, от строгого следования рекомендациям врачей и специалистов, зависит, чтобы Дагестан как можно быстрее преодолел угрозу эпидемии. Чтобы мы сберегли главное. А главное – это жизни людей. Рассчитываю на вас, дорогие. И хочу, чтобы вы знали и были уверены, с Дагестаном сейчас будет вся Россия. Отметим, что всего в республике коронавирусом и вне больничной пневмонии заболели свыше 13 тысяч человек. Только треть всех заболевших – это люди старшего возраста, а 10% – и вовсе дети. Кроме того, 60% инфицированных – тяжёлые больные с вирусной пневмонией. По приблизительным данным, от болезни скончалось около 700 человек. Хадижа Курбанова и Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ. Муфти России Равиль Гайнудзин направил в благотворительный фонд «Инсан» 200 тысяч рублей на поддержку малоимущих дагестанцев. На эту сумму были накормлены 4 тысячи нуждающихся людей в Махачкале и 1500 по всей республике. Фонд «Инсан» поблагодарил российского религиозного деятеля за такой жест доброй воли. Этот поступок послужит ярким примером благотворительности для многих мусульман, говорится в сообщении фонда. Отметим, что последние декады месяца Рамадан считается самым ценным периодом у мусульман. Муфтиат продолжает оказывать помощь медучреждениям республики. На этот раз религиозные деятели посетили центральную больницу Тлеротинского района. Они передали врачам кислородный концентратор и медикаменты, необходимые для лечения больных пневмонией, на общую сумму более 250 тысяч рублей. Искренне благодарим вас от всего коллектива больницы и жителей нашего района за предоставленные вами лекарства. И за кислородный концентратор также выражаем большую благодарность. Вы протянули руку помощи нашим больным в самое необходимое время. А малоимущим жителям Баба-Юждовского района раздали продукты питания первой необходимости. Благотворительный фонд «Инсан» распределил 20 тонн продовольствия на сумму 650 тысяч рублей. Мероприятие состоялось в рамках акции «Продукты в каждый дом». Помимо этого представители муфтиата обошли сельские магазины, и в них они погасили долги нуждающихся людей. Хотелось бы выразить благодарность всем тем, кто принял участие в данной акции в виде волонтерства, в виде пожертвований. Это очень важно в это трудное для нас всех время. В Хасавюрте ужесточат ограничительные меры в дни праздника Ураза-Байрам. Так, в период с 20 по 24 мая в городе будет усилена работа контрольно-пропускных въездных пунктов, а крупные продовольственные рынки и оптовые торговые базы будут полностью закрыты. Отмечается, что принимаемые меры направлены на недопущение массового пребывания людей на городских рынках в предпраздничный период, что может привести к нарушению режима самоизоляции и росту заболеваемости. При этом продовольственные магазины и супермаркеты будут функционировать в штатном режиме. В Бунахском районе активно занимаются производством мяса птицы. Одним из таких производителей является сельскохозяйственный потребительский кооператив «Дерия». Запущено новое производство по глубокой переработке птичьего мяса. Продолжит Алина Багилова. Минсельхоз «Прод» республики предпринимает активные меры по развитию и расширению продовольственного рынка. Так уже были заключены договора с двумя странами по экспорту мяса. Учитывая то, что местное население традиционно выращивает птицу, и это нам дают еще дополнительно в рамках национального проекта создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, вовлечь побольше личные пособные хозяйства, а также другие переработки фермеров и хозяйства. Сельскохозяйственный кооператив «Дерия» получил существенную грамтовую поддержку. Общая стоимость проекта составляет 52,5 миллионов рублей. После запуска нового завода в эксплуатацию в регионе было создано около 50 новых рабочих мест. Производственная мощность предприятия позволит за одну рабочую смену получить 5-6 тонн мяса птицы. Мы наряду с экспортом риса и мяса барани мы увидим экспорт мяса птицы из Республики Дагестан. На сегодняшний день данное предприятие заключило договор с Казахстаном, Республикой Азербайджаном. И при этом мы увеличим наш, так сказать, экспортный потенциал. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Продолжение следует...